Всем привет! Продолжаю свою серию влогов. Сейчас была на новой почте, забрала клёпки, сделала такую рыбку, лёгенькую, металлическую, с номером телефона на обратной стороне, если вдруг котёнок потеряется, ну, кошечка. У неё на ошейнике написан номер телефона, но он время от времени стирается, поэтому я подумала, что наверняка, чтобы уже было, и она у нас уже год будет, через месяц будет год, как она у нас, поэтому я подумала, что уже взрослая, уже не сбежит, но номер телефона надо, чтобы был на всякий случай. Кто ко мне приехал? Кто ко мне приехал? Проказывай. Спасибо, мои красавцы. Я не знаю, как они называются, мне говорили, но я не помню. Это когда твои друзья тебе в сад пополняют. Они не разрастаются, они не кулик. Спасибо. Это приятно. А ещё у нас на праздник. О-о-о. Добрый вечер. Да. Оля приехала с шампанским. С сыром. С оливками. Попытались в доме спрятаться от детей. От них не спрячешься. Сегодня, кстати, день матери, и всех мамочек поздравляю. Вот, потому что мы все... Ну, как... Мы тот фазл, который всё соединяет. За мной двери, которые я пытаюсь продать. Но я ещё не выложила ни о том явление. Да, и чуть-чуть попозже покажу вам фигурки, которые я купила для сада. Вот. И покажу, как посадила цветочки, которые Олечка привезла. И покажем, как мы окна отмой. Да, тут в планах, типа, помыть окна, но... Что я сомневаюсь. Ты не сомневалась. Не сомневаюсь, да. Мама, ты мне не помнишь, что я выросла так. И как я танцюк, как была зима. Как я побачил больше раз, иди. Иди. Мама, а можно я до тебя завтра прийду? И мне на то, иди не одну годину. Супер на рязь, и тебе поселить. Когда ты говоришь, мам, мне так хочется, чтобы она на меня посмотрела. Знаешь, типа, мам, ну я жду, такая, ну где, где взгляд на меня? Если она посмотрит, ты разрыдаешься, поэтому правильный твой. Ты просто бережу твою нервную систему. Я научусь играть еще как в оригинале. Это ты сегодня только начала, да? Класс. Вообще, это ладно. Да, она сегодня играет. Она не знала эту песню. То есть так играется. Но чтобы это выучить, уйдет много времени. А как это ты сейчас вот просто взяла сегодня и сыграла? Такие люди, где музыка, 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 музыка. Да? Да, как так? Ты не знала эту песню до этого? Нет, песню я ее слышала как бы много раз, да? Да, но я просто посмотрела. Ну, посмотрела и сыграла. Как в прошлый раз выучила. Ну да. Ну, круто. Просто, ну, играется, мне надо вот выучить. Мне кажется, надо играть так, как ты чувствуешь. Да? Хорошо. Я просто начинаю петь по-своему, как бы я спела. Я путаю, знаешь, где? Где мам, вот, як я побачу в перши раз сведим, а мне хочется сказать, як я перши раз побачу сведим. То есть мне хочется сначала вот в первый раз. Вот, и второе, это и мы на кухне на одну годину. А я хочу сказать, и мы с тобой на одну годину. Так пой, как ты хочешь. Ну, тогда бы не будет ни ритма, ни связности, вообще ничего. Я же поэтому и запутываюсь, потому что начинаю петь неправильно. Понятно. Вот, а так, можно еще раз попробовать? Давай. А можно я за тебя завтра приеду, и мы с тобой на одну годину. И мы на кухне на одну годину. Мам, мы в каждой день у тебя завтра приедем. И мы на кухне на одну годину. С тобой на резни, где мы посыли. Мам, мам. Все сразу разрывались. Я сказала, что как это выглядит старше нас. Что ты хочешь? Коварная девушка. Я, кстати, все пропустила. Все, что ты смешно и хорошее рассказывала, я долго не могла включить камеру. Она взорвстила нам. Кстати, да, я, кстати, сразу Наня начала говорить, а ей вообще, у нее дочке 15. Да, сразу взяла стрелки и перевела. Это Оля сейчас рассказывала, когда мы были с ней в Афинах. Кстати, вот тут вот ссылочка. Покупали обувь. Покупали обувь очень дешевую. И я нашла красотки 36 размера. У меня у дочки 32. Или 33, короче, не суть. И она мне говорит, продавщица, вам не будет малы. Я говорю, нет, я не себе, я дочка. Она, в смысле дочки, сколько вам лет? Я 32. Как 32? Мне 24. Я выглядит старше. А выглядит старше и более. Она реально выглядит старше, потому что там, во-первых, макияж ужасно ее встарил. Во-вторых, просто я не знаю, почему она так выглядит. Не пьет младенькое яблоки, не ест. Не пьешь кровь младенца? Да, да, да. Вот. Ну, потому что, да. А, да, можно вы делаете? Да, мы ночью выходим на охоту. Недавно мне друг говорит, ты идешь сегодня, у тебя сегодня праздник. Ты сегодня будешь? Я говорю, какой праздник? Где я буду? Сегодня шабаш. А, конечно, без меня не начнется. Он возле Лысой живет. В горы как раз. А можно мне это здесь оставить? У тебя есть своя комната? Ну, вот так. А, Ника, я задам глупый вопрос. Это микрофончик маленький? Или что это на гитаре? Где? Похоже на маленький микрофончик. Вот это? Да. Это... Это... Я понимаю, что это на микрофончик. Ты играешь... Сейчас. Сейчас она покажет. Или это, знаешь, какая-то шармавка. Давай не шармавка. Как руфончик. Ты играешь, типа, если просто... То оно может делать, типа, вот так. Так, селителька. Ну, это оно как бы делать, типа, рум-ю-ю-ю-ю. Знаешь, как... Для специальных, наверное, детей. Конечно, знаю. Да? Да. Когда играешь, такой... Оно сделано. Блин, если у вас будут какие-то странные соседи шумные, то можно будет звать Никус, не под гитарой. На всю делать колонки с утра, без 5 утра. Я не знаю, я не пробовала мираться, потому что она сильно расстраивается. Отец, как у меня, как у меня кровавки. Соседи. Я вам демонстрирую так. Мы ждем. Да. Мы слышим. Давай. Слышишь, как меняет? Да. Такая акустическая какого-то конфет. По-моему, у меня один бок загорел. Да? Это можно вставать и ставить в то... Да не снимай меня! Я только голову снимаю. Мы просто загораем. Поэтому я только голову снимаю. Ника, одета ему в купальниках? В купальниках. Ага. В пелье, ладно, в пелье. Но я ведь иду, что... И там соседи такие со второго этажа. Еще не со второго этажа. Слава богу. Нет, вот те соседи, они же видят вас. Да, я тебя умоляю, пока что они там рассмотрят? Чего они там рассмотрят? Два прыщика. Сужали, значит, цветочки. Слышу, ба-бах! Поворачиваюсь. Та-да-да. Ника упала. Говорю, все нормально? Она, ну да. Качеля сломался. Говорю, Ника, надо ходить. Она, ну мама! Ладно, на самом деле просто она стоит уже сколько лет и под дождем, и снег, и все. Поэтому, скорее всего, что она просто заржавела, и там надо просто приварить. Не снимай меня, не снимай, спряталась. Вон фигурки я сейчас вам покажу. И вам не нравится белье. Правда, сейчас ветер помотал, когда висело ровненько. Так красиво было. Знаете, ощущение итальянских двориков. Клёп, Клёпа, ты хулиганка, да? Кто на крыше сидит? Ой, одесситка, ой, хулиганка. Как красиво. Вот именно. Кто у нас по всяким крышам лазит? Ребят, обещала вам показать фигурки, которые купила для сада. Купила вот такого вот мальчика. Сейчас повешу здесь, есть такие длинные, ну, керамические дворшочки. Вот. Спотнила. Ах, не хочет. Вот, но они такие тяжелые. И сами фигурки тоже такие нелегкие. И сейчас покажу, там дальше олененка купила. И сейчас девочку покажу. И вот девчонку прикопала здесь, чтобы не упали. Сейчас вот так вот их сделала. Вот, девчонка справа, а мальчишка слева. Они маленькие, ну как маленькие, они, в принципе, не совсем-то и маленькие. Вот моя ладошка, как две ладошки получается, две с половиной ладошки. Сейчас покажу, как будет смотреться с... Вот так, наверное, лучше. Да, чтобы не упала. И сюда можно посадить цветочки, такие маленькие горшочки с цветочками. Будет очень красиво. Надо будет найти, поищу. Ну вот, мой Демидик. И моя Доминичка. Девочка и мальчишка. И я купила через... Как-то, в общем, мне кто-то добавил в группу. Или я, по-моему, у нас в селе увидела группу с фигурками керамическими. Зашла, полистала. Там, конечно, по моей стилистике, кроме вот таких вот фигурок, больше ничего не было. В основном там аисты, лягушки, всякие бабушки, дедушки такое. И я увидела вот этих малышей и сразу подумала о своих детях. Клепка. Ой, хулиганка бегает. И вот олененок. Сейчас уже темнеет. Я еще вам, может быть, днем покажу. Я, кстати, вам покопала самшитики. Ну, то есть, чтобы убрать всякий сорняк и клевер, потому что он забьет. И вот, маленький такой олененочек. Вот так вот. Пока сюда положила, потом не знаю. Поставила. Не положила, поставила. Хотя положила, не знаю. Он керамический, гладенький. Только хорошенький. Тоже маленький. Колеси. Сейчас рассказала, что хочу сделать. Потому что все эти деревья, как бы, надо распределить. И я рассказывала, как. Вы здесь? Да. Красота будет. Все в бетон. Конечно, залить было вообще хорошо. Хочу печатный бетон. И сделать его, как под плитку. Будет красиво. Кипарисики. Вот. Выставляем. Вот там, где палочки. Это будут деревья. Я захотела через один. Из самшитов потом сделаю шарики. Кипарисы. Они будут вверх расти. Шарик. Самшит. Кипарис. Самшит. Дерево. И вот так вот. Тык-тык-тык-тык-тык. Прикольно. Мне нравится. Вот я выдумщица. Зайчик, я еще даже не завтракала. А? Я еще не завтракала. Сейчас покушаю и поиграю. Ладно, я пойду на колес. Ты на пробежку, да? Я вам покажу, что это. Сейчас, по-моему, не тердуют. Это выстриженный можжевельник. Вот, шесть деревьев. Это самшитики, кустики. Это голубые кипарисы. Ребят, продолжаю свой влог. Сейчас еду к аллергологу. Хочу показать Демиду. Демид сейчас у папы. Он привезет его. У него аллергия пищевая, но какая-то закономерность. Когда он у меня, аллергии нет. Когда он у папы, то есть папа привозит его с аллергией. Я не могу понять, в чем дело. Он говорит, я ничем его таким не кормлю. И думаю, надо разобраться, почему. Да, то есть как бы... Потому что аж прям корки. От того, что карантин у папы, например, дольше, чем день-два, да? Может быть, три дня. Пару раз был четыре дня. И как бы... И получается, что приезжает, а у него прям корки на лице. И меня так это, если честно, беспокоит, потому что, ну, как бы я Демида не держу прям на жесткой диете, да? Как бы он на диете, но какие-то даже сладости я ему все равно позволяю. И, правда, правильные, но все равно. А тут, говорит, я ничего ему не даю. И я вот думаю, может быть, это не на питание, может, это на что-то другое. Не знаю. Вот сейчас думаю, что надо разобраться. А потом встречаюсь с подругой, с Олей. Вы ее во влоге ранее видели. Мы хотим пообедать. Открыли террасы в заведениях. Вот. И мы хотим пообедать. Мы сейчас после аллерголога. Я в сторис показала, да, где мы сделали с пальчика кровь. Взяли у него скрининг. Это ингаляционные аллергии. Короче, на 8 аллергокомпонентов. Это на случай, вот знаете, когда вдыхают. И есть ли у него вообще, как бы, вообще, по-моему, она сказала, что, говорит, у него, говорит, нет аллергии. Говорит, ну еще давайте проверим. Поэтому тут, кстати, были в центре вдруг кому-то надо. Искали долго и по рекомендациям вашим. Я была в клинике аллерголог на Харьковском шоссе 56. Цена консультации главного врача. Это щетки. По-моему, Тамара Петровна. Тут ТП. 850 гривен. И скрининг 790. Вот, ну, чтобы вы просто знали. И что Эдемиду сказали? Я тут рассказывала, что у него там атопический дерматизм 4 месяца. Что у него отягощенная, типа, аллергическая анамность по линии папы. Ну, потому что у папы аллергия, и у Доминики. Вот, типа, высыпание имеет, типа, сезонный характер. В холодное время года. Ну, в общем, она послушала, посмотрела. И говорит, у него просто сухая кожа. То есть, по факту, просто сухая кожа. И надо ее увлажнять утром и вечером. Что, в принципе, и получается, я его мажу утром и вечером. Папа иногда, ну, мужчины, они такие, забывает. И привозят мне его вот таким вот. То есть, в принципе, наверное, все окей. Будем дальше наблюдать. Папе сказал, чтобы купил малому крема. Вот ему порекомендовались, чем я, в принципе, и мажу. Лепикар, для Рошпазе. Также есть Биодерма, топикрия. И на высыпание, получается, вот, как бы, сдали анализ. А, еще цикопласт. Когда высыпания произошли, у него часто вот под нижней губой, можно цикопластом от Ля Рошпазе мазать. У меня есть, и я мажу. И она дала пробнички. Я дала папе, чтобы он мазал, когда димит у него. Вот. Ну, в принципе, как бы, и все. Я довольна. Потому что я показала у меня, что-то, видите, сдавали еще давно, два года назад, на аллергию, получается, на антитела пищевые. Она говорит, вообще, не переживайте, все окей. Но она меня похвалила, знаете, чем? Я говорю, ну, я вот делаю, я все равно, типа, эти аллергены ему по чуть-чуть даю. Она говорит, правильно, потому что... И начала рассказывать. То есть, в принципе, видите, девчонки, мамы, у мам есть вот эта вот интуиция. Как бы, слушайте ее, и, ну, лучше, конечно, если вы ей не доверяете, то лучше к врачу, но по факту я знаю свою интуицию, и реально она опять подтвердила, что я все правильно делаю. Вот, поэтому мы сейчас закругляемся с разговорами и едем в кафе. Моя любимая Аргентина, любимый завтрак и обед. Ева, я не хочу смотреть это, я сейчас заберу, у тебя телефон. Мы здесь хорошо, поэтому тут, конечно, нормально не посидеть, не поговорить. И, кстати, похолодало. Вот это. Немножко. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Девочки, вы советовали мне попробовать под набором, типа Керхера. Вот Петя приехал с таким аппаратом, это наподобие Керхера, то есть система та же. Только тут вода, да, тут не пар? Вода водой. Вода водой. Ну, наверное... Вода водой. Ну, мне кажется, это просто мой. То, что есть, попробуем так. Если нет, то искать парочки. Классно. Ну, кстати, а там потекает. Да, там потекает. Я ходу, это система, да? И я здесь. Мальчики! Я тебе сейчас лопатой как дам. Или ты помогаешь, или вы не вали. Так он помогает. Не, 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 не. Попросила. Говорю, Петь, помоги, говорю мне. Он говорит, а я тебе помог, я тебе окна помою. На, держи. Так самое интересное, подожди. Он помыл так окна, что... Блин, было лучше. Было лучше. Мы с Никой вручную, блин, несколько дней. Сейчас надо начинать все сначала. Блин, я все... Вот, я там. Анна, держи. На. Сейчас. Иди отсюда. Помощник. Петь, а ну так... Блин, за границу не... У меня тут границы. Так я, видишь, я сделала границу, видишь? Вот, я сделала... Ребят, вы что, прикалываетесь? Капец. Петь, ну что ты делаешь? Ника, мама. Все, что здесь? Мама, приезжай, блин. Я не могу с ними справиться. Капец какой-то. Вот и белые носки. Идем, покажешь красоту, которую ты нарисовал? Так мама не показывает. Маме не показывает? Почему? Доски. Хорошо. А почему ты лица зарисовываешь черным? Точнее, серым. Это не лица, это фотография. Ну да, фотография. Ну, он черный. Ну, он черный, потому что ты его так закрасил. Ну, кстати, ну, видите, они нормальные. Ну, а хорошо, они нормальные. А вот эти почему ненормальные? Они смешатся. Они смешатся. Я поняла, она хорошо, тогда претензий нет. А тут готовка идет полным ходом. Кстати, очень прикольный рецепт. Я вам говорила, что мультиварка меня это выручает. Ей уже, наверное, лет 5 или 6, пусть еще столько же будет. Она очень классно готовит вообще почти любые блюда. И она выручает, у меня нет духовки, то есть мы даже тут печем. Она не просто мультиварка, она и пароварка. Она может готовить вообще чуть-чуть, но блюда получаются правильные и полезные. Кстати, хотите, я расскажу сейчас. Я вам покажу сейчас рецепт. Я для инстаграма снимала, но я думаю, что я вам как бы сюда вставлю рецепт этого блюда. Готовится буквально, сейчас я вам скажу, до 30 минут. До 30 минут вкусно. Такое, как рагу. В общем, там будет картошка, мясо, грибы, овощи. Потом салатик. И все. Сказка. Продолжение следует... Видите мой открытый гардероб? Там всё меньше и меньше вещей. Я потихонечку начинаю переносить в большой дом гардеробные вещи. Плюс я вам ещё не показала, я покажу уже в следующем влоге, я вам не показала перегородку. Она на фотографии и на видео не так смотрится, как в жизни. В жизни гораздо лучше. Все, кто приходит в гости, говорят, ой, а на фотографии и на видео перегородка совсем не такая, в жизни лучше. Это правда, да. Потому что текстуры не видно на видео, на фото не видно текстуры, а оно как бы как дерево. В общем, я вам в следующем влоге расскажу и покажу. Я на этом свой влог заканчиваю, чтобы не затягивать, он так довольно длинный. Пишите мне в комментарии ваши пожелания, буду снимать, потому что карантин продолжается. А мы как бы дома сажаем, ремонтируем, покупаем. И я, кстати, в обновках, наверное, надо снять влог, шопинг-влог такой, показать свои обновки. У меня очень прикольные вещи, я прямо сейчас очень-очень довольна. Всё, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видео. И до новых видео. Пока-пока.